И последний принцип на этом экране, о котором мы сейчас скажем несколько слов, это читать с молитвой, читайте Священное Писание с молитвой. На самом деле вот этот принцип как раз применим именно к Священному Писанию, а не к другим текстам, не к другой литературе. Мы понимаем с вами, что Священное Писание написал Бог, соответственно и открыть может только Бог. И когда мы хотим, чтобы Бог нам открыл Священное Писание, мы обращаемся к Нему с молитвой. У православных христиан, у православных верующих есть хороший такой обычай начинать всякое чтение Священного Писания, приступать к всякому чтению Священного Писания, Священного Писания с особой молитвой, в которой мы просим Бога открыть наше сердце, в которой мы просим Бога открыть наши глаза для своей истины. Пояснить нам, рассказать нам, донести на нас свою истину. Мы просим, чтобы Дух Святой начинал действовать в нас. И вот эта мысль о чтении Писания с молитвой для каждого из нас очень актуальна. Прежде чем начинать чтение Священного Писания, прежде чем взяться за Библию, остановитесь. Проведите какое-то время в молитве. Понимаете, я не знаю, как у вас, но у меня бывает так. И, к сожалению, бывает чаще, чем мне бы хотелось. Сейчас, может быть, не так часто, потому что дети уже не такие маленькие, а особенно, когда дети были маленькие. Вот в воскресенье семья собирается в церковь. Да, кстати, я говорю сразу, это семья пастора собирается в церковь. В субботу вечером выяснилось, что один ребенок заболел. В воскресенье, ну, вроде ничего, себя чувствует. Так, поведем в церковь, поведем. И утром начинается круговерть, особенно зимой. Детей собрать, одеть, завтраком покормить, носы физиономии вытереть, слезы вытереть, если нужно, если там кто-нибудь другого, один другого ударил. Значит, одеться самим. Быстро-быстро собираемся, прибегаем. Ну, видите, в Курске, здесь, или в маленьких городах немножко попроще, а, допустим, в Москве, сесть в машину, или сесть в троллейбул, сесть в метро, прибежать в церковь в последний момент. Так, я с детей эту одежду всю зимнюю снять, развесить, всем здрасте-здрасте-здрасте сказать. Ты прибегаешь в церковь, ты дышишь вот так. А теперь тебе говорят, давайте встанем и прославим Господа. И так встаешь и говоришь, слава-слава-слава-слава. А мысль, на самом деле, не на прославлении. Мысль на том, что дома выключил утюг или нет, выключил плиту или нет, у ребенка не поднимется ли температура, пока сейчас в церкви, и приведешь ли его домой, домой вообще в нормальном состоянии. И губы что-то такое говорят и шепчут. И то, что они шепчут, это, скорее всего, не слова «Господи, помилуй, Господи, прости меня за то, что я с нерастойным сердцем к тебе прихожу», а что другое. А ты начинаешь чисто механически петь эти песни поклонения, и нужно какое-то время, чтобы просто прийти в такое духовное состояние, когда ты славишь Бога, когда ты от всего остального отрешился, когда даже если ты этот утюг не выключил, и весь дом сгорит, ну ничего, Господь еще даст, может быть. А может, он и не сгорит, потому что Господь удержит на более раннем этапе все это дело. И тогда начинаешь действительно славить Бога. Теперь представьте себе, что в таком же состоянии человек выходит на кафедру, он вылетает на кафедру проповедовать из гуще мирской суеты. Вопрос. Что он сможет сказать? Чему он сможет научить? Как он сможет проповедовать? Но это он, человек там, где-то далеко за кафедрой. А теперь представьте себе, что мы в таком состоянии пришли его слушать. Что мы в таком состоянии взялись за чтение и изучение Слова Божия. Служая проповедника, мы скажем, что-то у него костюм уже три года оденет тот же. Справа на костюме пятно. Что жена о нем не заботится, что ли? Костюм не почистила. Что-то как-то он устал и выглядит. Нехорошо, нехорошо так на кафедру выходить. И вообще проповедует скучно. Не пойду-ка я в эту церковь, пойду-ка я в другую. Проблема не его, не его жены, не его костюма. Проблема наша. Понимаете, если мы с вами, точно так же, если мы с вами без молитвенной подготовки беремся за чтение Слова Божия, мы начинаем видеть не то, что показывает нам Бог, а то, что подсовывает сатана. Че ты, русский язык непонятен? Да, да, ну вот это вот с моим соседем надо знать. Я, в общем-то, и так разберусь. А это в первом веке, это было реально. В нашей жизни это уже совершенно нереально. Ничего, просидел я над Библией, ничего не получил. Может быть, в следующий раз детектив почитаю. Интереснее будет. Проблема не Библия. Проблема наша. Проблема в том, что мы беремся за Слово Божие без молитвенной подготовки. И вот я понимаю, что все мы люди занятые, взятые. Дел у нас полно. Но просто перед тем, как начинать читать Библию, проведите минут пять в тишине и в общении с Богом через молитву. Скажите, Господи, вот убери из моего сердца все, что сейчас тебе не угодно. Помоги, чтобы мое чтение Священного Писания не было чисто механическим. Понимаете, есть два вида операций. Одни операции делают на живых организмах, для того, чтобы восстановить жизнь. Другие, вскрытие называются, делают на трупах, чтобы понять причину смерти. Вот если мы начинаем изучать, раскладывать на фрагменты Священное Писание без действия Святого Духа, без молитвенной подготовки, то, простите, у нас получается вскрытие. По-другому это назвать нельзя. Но вскрываем мы живое Слово живого Бога. Я понимаю, что звучит несколько сурово, грубовато и так далее. Но просто, когда человек жалует, скажет, я читаю, я ничего не нахожу. А вот вопрос, а ты молишься или нет? Когда семья говорит, мы вместе перестали читать Библию. Очевидно, это означает, что и молиться мы вместе тоже перестали. А если вы продолжаете молиться, то это не глубокая молитва. Я был бы нечестным человеком, если бы я сказал, что в пасторских семьях в этом плане все идеально. Все пасторы говорят о том, что я идеальный муж, а все жены пасторов говорят, мой муж проводит со мной намного больше времени в молитве и в чтении Священного Писания, чем уделяет Церкви. Вот если бы было так, было бы здорово, но это не так. И это проблема. Поэтому среди требований к чтению Священного Писания молитвенное чтение. Читайте, как творческий. Читайте, пытаясь взглянуть на уже известные вещи, по-новому. Может быть, соотнести известные моменты с нашей современной жизнью. А подумать, что это значит лично для нас. Читайте необычно. Очень часто творческое чтение Священного Писания – это еще и чтение, в котором мы используем разные переводы. Потому что, читая Библию в другом переводе, мы можем по-иному взглянуть на уже давно известные стихи. Творческое чтение помогает нам освежить свой взгляд на Священное Писание. Тут, конечно, нужно быть очень аккуратным. Читать творчески – это хорошо. Но при этом нужно помнить о содержании Священного Писания. Мы не имеем права вчитывать в Священное Писание то содержание, которого там изначально не было. Но давайте с вами попробуем, что же значит читать творчески. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки. Лука, Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха. Нет, но сначала до притчи о Домном Сомолене. Так, я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами прочитали с 25 стиха до 27 включителя. Пожалуйста, кто? И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближним твоему, как самого себя». Спасибо большое, Александр. Вот эти слова законника, вопрос законника, согласно тому, как представляет это Лука, с какой целью был задан? Ну, типа ты не знаешь, что ли? Чтобы поймать. Откуда вы знаете? То есть написано, искушая его. Искушая его. Тут, кстати, есть некая такая интерпретационная трудность, либо искушая, либо испытывая. Но в любом случае он решил подойти испытать Иисуса. Поймать, не поймать, сказать трудно, но да, испытать. Это как, знаете, сейчас уже меньше, но еще недавно, допустим, приезжаешь в какой-то город небольшой, в небольшую церковь, и тебе подходят и говорят, «Скажите, пожалуйста, а что вы думаете о дарах Святого Духа?» Или скажите, пожалуйста, а кто кого избирает, человек Бога или Бог человека? И говоришь, скажите, пожалуйста, а вы вот мне первому этот вопрос задаете, или вы как-то уже и раньше? И видишь в лице собеседника смущение. То есть очевидно, как-то уже и раньше. Значит, он спрашивает, что нужно? Да, вот какая первая заповедь? Что в законе написано? Законник цитирует первую заповедь. Хорошо, давайте продолжать читать. Продолжем читать. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Да, что здесь происходит? Он говорит, люби ближнего. А кто мой ближний? Я понимаю, что я не всех люблю. Значит, мне полезно сделать некое переопределение слова ближний. Вот ты мне совсем ближний, ты мне не совсем ближний. Это рыба первой свежести, рыба второй свежести. Вот кто мне ближний? Иисус тогда, в этот момент, рассказывает известнейшую для нас на сегодня, известнейшую нам сегодня притчу о добром самарянине. И потом задает вопрос, а кто оказался этому человеку ближний? Кто оказался ближний тому человеку, который был ограблен разбойниками? Выяснилось, что самарянин для него ближний. Хотя иудеи и самаряне между собой не сообщались, иудеи и самаряне друг друга презирали. И уж никак ближними не назвали бы себя. А теперь начинается творческий подход наш. Вот я прошу вас сейчас перечитать притчу о добром самарянине, посмотреть на то, какие люди участвуют в этой притче. И обычно, когда есть возможность немножко подвигаться, я прошу студентов разыграть в современном виде притчу о добром самарянине. Но понятно, что с самарянами мы давно не встречались. Большинство из нас не так часто с ними встречается. Значит, нужно подумать, с кем еще. А вот поскольку это будет сложно, мы не сможем сейчас взять вас, двигать столы и так далее, мне потом просто расскажите. Я хотел бы, чтобы вы потом попробовали переложить эту притчу на современный лад. То есть объяснить эту притчу современными терминами. Допустим, по дороге ехал кто? Случилось с ним что? Проходил кто мимо? И так далее. То есть найти похожие отношения в современном мире. Вот я вам даю минуту, чтобы подумать и перечитать эту притчу. Пожалуйста. Кто расскажет нам эту притчу современными категориями? Ну я просто ехал, я работал, у меня работа была такая. Я ехал в Краснодар, и был 20 градусный мороз, огруженный был продуктами, которые могли быть замерзнут. И у меня в Ростовской области стучал двигатель, то есть поломалась машина. Я мог замерзнуть и сам. И я мог замерзнуть, ну помимо того, что могли испортиться продукты, я мог замерзнуть сам. Откуда вы ехали? Из Курска в Ростов. Некоторый человек именем Александр путь держал из Курска в Ростов. Ввез продукты. Что дальше? Сломалась машина, сломался двигатель. Так. Ну, те, кто должны были помочь, по идее, ГАИ, службы. Идет мимо гаишник. Проехал и... Деньгами не пахнет, пошел дальше. Пахнет, нужно на помощь позвать, чтобы его ограбануть. А, типа того, да? Так. И как ни странно, может быть, это уже, я не знаю, так получилось, что мне помогли именно те, кто должен был грабануть. Кто вам помог? Бандит обыкновенный. Идет бандит. Да. И думают, ой, сердешный, грабануть ли тебя? Не, не грабану, помогу. То есть вам завели машину, что ли? Нет, они просто сбуксировали меня на стоянку. Они вас сбуксировали? Там, где тепло и там, где могут сделать машину. Видите? То есть в тексте притчи в гостиницу, да? А здесь сбуксировали на стоянку, там, где тепло, где могут сделать машину. Но они подумали, что его гаюшники даже не тронут. Что ж его взять, да? Что ж его теперь взять? Я не знаю, что они подумали, но это факт был. Видите, это факт. Теперь смотрите, какая вещь. А притча-то к чему была рассказана? Кто мой ближний? Значит, люби ближнего своего. Теперь можно подставить, люби самаренина своего. Люби бандита своего. Получается диковато, не правда ли? Ну да. Но именно об этом и говорит Иисус. Он рисует людей, которые, ну, пожалуй, самые маловероятные кандидаты на роль ближнего. Вот возлюбие этого самаренина или самаренин, который возлюбил иудея, попавшего в неприятную ситуацию. Вот вам отношение ближнести. И тогда человеческие мысли о том, что этот для меня вообще совсем ближний, а тот не совсем ближний, потому что он бандит, они разрушаются. Тогда, конечно же, сразу возникает вопрос, как эта любовь выражается. Но пока Иисус отвечает на вопрос законника, который хотел отмазаться. То есть он понимает, что всех он любить не может. Говорит, а кто мой ближний? И вообще о чем речь? Вот творческое чтение Священного Писания позволило нам с вами, во-первых, найти современное соответствие, а естественно, будучи очень аккуратными людьми, естественно, опираясь на текст Священного Писания. И творческое чтение Священного Писания позволило нам оживить Библию для нашего читателя. Значит, здесь есть один момент, такой достаточно важный. Библейские сценки в церквях бывают довольно часто. Когда видите библейскую сценку, или сценку на библейский сюжет, задайтесь вопросом, а не надумана ли эта сценка? Вот когда ваши участники этой сценки говорят, когда они что-то такое обсуждают, они у вас говорят как? Как? Так могут говорить люди сегодня? Такая интонация, такой стиль. Понимаете? Потому что если нет, то тогда мы Священное Писание представляем нашим слушателям, нашей аудитории с таким каким-то налетом архаичности. А, да, дерзай, дерзай, дщерь, например. Может, когда-то это и надо, но не получается ли из-за этого искусственности? И отдельная задача, и огромная наука на самом деле, это хорошее чтение Библии, хорошее чтение Священного Писания. Когда мы с вами прочувствовали то, что читаем. К сожалению, в наших церквях очень часто мы имеем дело с посредственным чтением Священного Писания. Я попрошу сейчас Алину пройти сюда вперед. Как одну из самых спокойных участников нашего курса. Возьмите, пожалуйста, Библию и идите сюда. Камера на нее, пожалуйста, все. Надо же иногда вытягивать тех, кто не вытягивается. Итак, а сейчас, Алина, вы начинайте, пожалуйста, читать вот притчу, которую рассказывает Иисус с 30 стиха от некоторых человек. У вас стандартный перевод Библии, да? На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Стоп, Алина, а когда вы рассказываете какой-то рассказ, вы вот так говорите, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон». Это нормальная ваша интонация для рассказа. Вы сейчас будете притчу рассказывать. Подумайте, как вы обычно рассказываете историю, чтобы человек заинтересовался историей. Например, «Некоторый человек шел...» Ну, представьте себе. И из Иерусалима в Иерихон. Попытайтесь прочитать это так, чтобы мы сидя здесь поверили. Да, вот вы сейчас будете рассказывать историю. Представьте себе, например, так. Вот вы говорите, «Я вам расскажу о том, что со мной вчера случилось. Вчера я была у подруги в гостях». А вы могли так рассказать, нет? Вот такой интонацией. «Никогда в жизни!» А что же вы Библию так читаете? Тебе представьте, хорошо, давайте. Вперед. Некоторый человек шел... Я вчера была в гостях у подруги. Так, подумайте об истории, которую вы расскажете. Так, ну ты спрашиваешь, кто твой ближний. Я сейчас тебе расскажу. Как будет дальше интонацию, пожалуйста. Вперед. Хочу? Да, конечно. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли. Теперь представьте себе, что вы это слышите в первый раз в жизни. Они сняли с него одежду. Представьте себе этих разбойников и этого товарища, который им попался. Попытайтесь нам это голосом, когда вы читаете Библию, донести. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Так, уже лучше, уже лучше немножко, правда, звучало в ее интонации, ну что ж вы меня все мучаете. Вот, я уговорил о том, что чтение Библии это огромный серьезный труд. Вот когда вы читаете, даже вы вслух читаете, на служении еще где-то, представьте себе, что происходит. Ну, расскажем притчу. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Да, допустим, да, он немножко поколебался, чтобы сообразить, откуда куда. И попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. Вот вы рассказываете историю, как будто слышите ее впервые в жизни. Кстати говоря, тем из нас, у кого есть дети, это проще, потому что у нас есть определенный опыт чтения детских книг. Если мы читаем ребенку скучно, он говорит, мама или папа, книга скучная. Он никогда не скажет, ты читаешь скучно. Скажет, книга скучная. Так, теперь давайте начнем еще раз вот с этого предложения, которое вы уже несколько раз читаете, но добавим и следующее. И представьте себе, что вы нам рассказываете это, рассказываете это нам впервые. Пожалуйста, 30 стиха. Некоторый человек шел из Юрсалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. А вот здесь прозвучала немножко такая интонация учителя воскресной школы для детей, которые сняли с него одежду. Вы знаете, я вчера попался с разбойником, и с меня сняли одежду. Вот тут, вот тут, немножко такое свысока, полудетское сюсюканье. Но это произошло буквально на минутку. Она начала очень хорошо, она начала нам рассказывать историю. Было слышно, что Алина нам рассказывает историю. Слушайте, а я уже, мне уже не терпится узнать, что дальше с этим человеком было. Расскажите нам. Давайте. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит. А теперь, смотрите, парадоксальность ситуации. По случаю один священник шел той дорогой. Вау! Все, все спасет. И, увидев его, прошел мимо. Даже если вы когда читаете, вот это вот делаете, человек, слушая вас, начинает видеть вот эту внутреннюю скрытую иронию еврейского текста. Мы привыкли, мы знаем, что он пройдет мимо. А в данном случае, по случаю ехала машина ГИБДД, там ГАИ, что хотите, ДПС. И увидев, проехала мимо. Это неожиданность. Знаете, как у, допустим, в одной из эпиграмм Роберта Бернса, да не убегайте пока, будьте с нами, потому что еще ваша помощь будет нужна сейчас. В одной из эпиграмм Роберта Бернса, есть такая эпиграмма, в переводе Маршака называется «Эпитафия тупицы». Тупице. Эпитафия тупица. Эпитафия – это многогробное слово. Там, значит, в переводе Маршака получается так. «Склонясь у гробового входа, о смерть!» воскликнула природа. «Когда ж удастся мне опять такого олуха создать?» То есть, вот вас возносят на вершину, сейчас будет что-то такое великое, и последняя строчка вас буквально сбрасывает вниз, такого олуха создать. Теперь, когда мы читаем Священное Писание, обратите внимание на какую-то парадоксальность всей ситуации. Причем начинается в русском переводе очень хорошо, и по гречи так же. «По случаю так случилось, что один священник шел мимо, и, увидев его, прошел мимо». Вот покажите нам, прочитайте еще раз 31 стих, и может быть не так, как я это делаю, но покажите нам, что происходит что-то неожиданное, и забудьте о том, что вы этот стих с детства помните. Понимаете, потому что иначе вот эта покрытость пылью Священного Писания бросается в глаза. Чтобы преподнести другому, надо сначала самому свежий взгляд на это сформировать. Алина, еще раз 31 стих, пожалуйста. «По случаю один священник шел той дорогой, и, увидев его, прошел мимо». Вот, Алина сделала вещь, которую я не сделал. У нее в голосе, вот в этом, увидев его, прошел мимо, звучала не просто парадоксальность, как я показал, а какое-то такое недоумение и разочарование. И, увидев его, прошел мимо. Вот, понимаете, насколько это лучше, а у ровного, совершенно нетворческого чтения, уже замучившегося, или замученного текста. Текст не может быть замученным библейский. Так, ну там еще и второй товарищ. Расскажите нам, пожалуйста. Так же и левит. Быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Так, а теперь, Алина, внимательно. Вот 31 и 32 стих, два участника истории. В чем общность, общность реакции этих участников? И в чем их отличие? Общее, они оба прошли мимо. А вот отличие в чем? То, что один просто увидел, другой подошел и посмотрел. А теперь покажите мне это. Смотрите, смотрите, теперь какая динамика получается. По случаю один прошел, увидел, прошел мимо. Разочарование, сожалению. Другой вроде бы сделал на один шаг больше. Понимаете? Покажите, что вот до этого момента, до последнего момента, есть надежда, а потом обламывается точно так же. 31 и 32 стихи, пожалуйста. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Видите? Священное писание, священный текст засветился красками. Мы начали видеть динамику. А дальше очень сложный момент. У нас нет таких людей, к которым мы относились бы так же, как евреи к самарянам. Евреи считали, что не только с самарянами разговаривать нельзя, а даже если тень самарянина на тебя упала, вот ты идешь, а тут тень самарянина. Вот здесь тени у нас нет особо, да, нельзя проиллюстрировать. Ну вот если тень Алины на меня упала, если моя тень упала на Алину, Алина должна пойти и совершить ритуальное омовение. Потому что она нечиста просто потому, как тень моя, если я самарянин, допустим, да, она иудея, как коснулась. Вот, то есть появляется самый неожиданный человек. Мы уже привыкли, что самарянин, он добрый по умолчанию. Но изначально-то было по-другому. И вот сейчас сложнейшая задача Алины, я правда совершенно уверен, что вы с ней справитесь, передать вот эту шокирующую ситуацию того, что сделал самарянин. Нужно немножко задуматься, читаться в текст и попробовать передать это впечатление. Кстати, ключевое слово будет «сжалился». Попробуйте. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез к гостиницу и позаботился о нем. Да. То есть он, видите, он на него и потратился, и масло потратил, и вино, причем масло тогда недешево стоило. А он позадил гостиницу, позаботился, потом сказал, что если нужно будет, еще заплатят. Так, и концовочка этой притчи, какой у нас получается, 36-й, наверное, стих, да? Когда Иисус задает вопрос. Да, кто есть? Вот, пожалуйста, найдите этот стих и прочитайте. Кто из этих троих, думаешь, ты, был ближним попавшемуся разбойником? Да, кто из этих троих, думаешь, ты, был ближним попавшемуся разбойником? Вау! Понимаете, для книжника это была полная перемена его мировоззрения. То есть, оказывается, для них, для иудеев, ближность – это было родовое понятие. Вот иудеи – это мой ближний, все остальные – это лица кавказской национальности. А вдруг Иисус приходит и все это переворачивает. Кстати, конец анекдотам про Чукчу раз и навсегда. Шел Чукча по той дороге, и все, сразу, помощь. Вот, спасибо большое, Алина. Спасибо. Так вот, смотрите, какая вещь. Творческое чтение, того, чтобы научиться творческому чтению, для этого нужно определенное тормошение. Тормошение самих себя. Тормошение, не торможение, а именно тормошение. Как выход из той парадигмы, из того состояния, что вот я знаю этот текст, там все уже известно, понятно, что этот пройдет, другой пройдет, самарянин окажет помощь. Понимаете, в чем штука? И ведь неверующий человек, скорее всего, никогда этого не слышал. Где-то что-то, как-то, может быть, слышал. Но когда мы приходим к нему и своей физиономии показываем, что это всем уже давно известно, он говорит, ну зачем мне это надо? Если мы в восторге от текста, если мы замечаем те вещи, которые Алина сегодня заметила, когда она заметила, что второй участник этой истории подходит ближе, чем первый, делает больше, чем первый, он все равно обламывается. Третий участник этой истории, совершенно неожиданно, что он что-то сделает. Но он это делает. Вот если мы это будем понимать и представлять сначала себе, потом другим людям, да, конечно, не переигрывай. Здесь нужно следить, чтобы не было фальши. То есть если мы будем это делать, Священное Писание и нам станет интереснее, и другим людям станет интереснее. И еще в связи с этим, я надеюсь, вы обратили внимание вот на что. Конечно, Алину мы сегодня подставили. Она сидела так спокойно, я думаю, кого бы подставить? Ну вот ее подставили. Тут есть еще пара кандидатов, которых тоже можно подставить. Я вас уверяю, это будет. Завтра. Да, будет, Сергей, будет тоже. Вот. Да, есть люди, есть еще люди. Вот, но при этом, у Алины, может быть, не все получалось. Но всякий раз, когда у нее что-то получалось, вы пока говорите, да, здорово. Молодец. А если делать еще один шаг? Понимаете, вот это два разных подхода. Один подход, узнаешь, что у тебя пока еще не все получилось. Не все, не все, не все. И неизвестно, когда все получится. Руки опускаются, человек больше не хочет делать ничего. Другой вариант. Здорово. Вот еще чуть-чуть, давай постараемся, и будет вообще круто. Давай сделаем дальше. Вот это в наших отношениях с нашими... Сначала с нашими детьми, когда они читают Библию, с нашими супругами, с нашими ближними, а потом мы, соответственно, с теми людьми, которых Господь нас... Которых Господь нам доверяет. Субтитры создавал DimaTorzok